ребята добрый день у нас сегодня отличный денек все зеленое все растет сегодня 20 градусов на улице жарко все замечательно я с утра досеяла свою пряную грядку какие-то растения посадила на те же места какие-то заменила сейчас скажу вот посадила мелису и сидора менту это все то же самое и снова вот у меня еще вместо барага посадила лимонная трава цитронелла попробовать не знаю что такое у меня в этот раз вообще получилось очень много мяты и мелисы мы ее так хорошо едим в этом году еле-еле хватило до отъезда всю съели поэтому посадила побольше ну а так все то же самое купила еще рукаву рукава посажу тепличку парничок вот так выглядит глядочка все взрыхлила полила пусть растет ребята начиталась я ваших комментариев и решила попробовать все таки топинамбур вот такой вот он у меня и его на мыло сейчас почищу и попробую ну вот думаю для пробы столько мне хватит маленький кусочек странно он какой-то совсем без вкуса но довольно таки неплохой мне кажется в салат пойдет очень хорошо к тому же если он полезный я думаю он будет несколько горки как редис или кочерыжка от капусты нет даже даже сладкий мне понравился почищу-ка я еще и покрошу в салатик сейчас поужинаю вкусненько если ужинаете вам тоже приятного аппетита время 7 вечера на улице тихо солнце садится у нас красиво цветет сирень ну а у нас красиво ну а у нас есть вот какие сейчас у нас есть у нас есть мы на там у нас на у и и тоже Сегодня вычистила весь палисадник у дома. Церняков почти не осталось. Здесь у нас набирает силу девичий виноград. Опять оплетает весь дом. Скоро домик будет зеленые шубки. Вот так стала выглядеть палисадник. А еще я полола под деревьями и нашла аквилегию. Птончики еще плотные, неизвестно какого цвета будет. А вот эта, по-моему, будет малиновая. Вот они какие. Думаю, будет очень красиво. Видишь, куда забралась? Я ее в прошлом году садила, но она у меня не выросла. Или, я думаю, может быть, выросла позже, когда мы уже уехали и, наверное, разбросала семена. Аквилекия любит тенек, поэтому проросла здесь и среди деревьев комфортнее. Сейчас пойду полью грядки с семенами и уже пора отдыхать. Завтра вставать рано опять. Новый день, новые заботы. Но все приятные заботы. Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас самый жаркий день в мае. Плюс двадцать шесть. Очень жарко. Завтра уже будет несколько холоднее. Ну и сегодня надо успеть прогреться. Посмотрите, какая у меня клубничка. Клубника вся в цвету. Скоро будут ягодки. Ремонтантная земляника. Уже посмотрите, какая красота. Вторая ягодка. Прелесть. Травы опять наросло. Надо будет сегодня косить. Попрошу соседа. Если он мне бензопилу заведет, то я думаю, сегодня все скашу. Но не буду зарекаться. Вдруг опять что-нибудь не получится. А я сегодня занимаюсь прополкой малины. Освободила от травы. Есть тут небольшой малинник. Причем малина здесь растет вместе с крыжовником. Я заметила им соседству, это очень нравится. Потому что вот в том малиннике, то еще так же крыжовник расползся. Вот эту траву отнесу на зады. Сложу в виде грядки. Там уже началась холода. Сейчас покажу вам. Присыплю землей. Вот там вот. И на следующий год, весной, мы посадим туда кабачки и тыквы. Подготовлю грядочку. Заодно вся трава сгниет. Вот для этого я принесла вилу и лопату. Здесь растет. Вчера бобы, горох. Но по-моему роскочков еще нет. Вечером полью. Вчера освободила пуст смородину. Посмотрите, какой он. Он просто разросся в разные стороны. У него, видимо, мало света. Он полз. У него очень длинный ветвь. Я не знаю, конечно, сейчас я обрезать не буду его. Смотрите, вот что на конце. Обрезать не буду, потому что ягоды так у нас черной смородины мало. А следующей весной я его хорошенько весь обрежу. Ему нужна подпора. Подпора тоже пока нет. Вот такой некрасивый куст у нас. Это единственный куст, хотя нет. Вот там еще, где бочка, там крыжовник со смородиной. Там тоже черная смородина, тоже ягодки есть. Вот на том кусте и на этом у нас только ягоды черной смородины. Больше нету. Так что придется его пока сохранить в таком виде. Вчера вычистила вот этот весь уголок от травы. Там чистенько стало. Вот еще хотела показать. В том году я садила отростки бересклета под банки. Он у меня не прижился. В этом году сам бересклет отрастил вот такие вот ветки. И они спокойно достают до земли. Так, я их вчера пришпилила. Вот видите. И думаю, так он у меня точно даст отростки. Вот этот лучше видно. И потом я его пересажу по данному. Вот такой зелененький весь уже. Здесь тоже под крыжовником все расчистила. Надо будет еще порыхлить. Ну и тут крыжовник с малиной. Не знаю, как они уживаются вместе. Вот видите. Малина любит землю под собой закрытую. Крыжовник открытый. Ну и как-то вот сидят. Вот еще у нас смородина. Вкус. Все вперемешку. Вкус. Не знаю, какая. Я посмотрю. Я подниму к листочкам. Не пахнет. Это, наверное, красное. По черной смородине только листики пахнут. Наверное, красное. Красное у нас очень много. Ну вот здесь я закончила. Малинку подвязала. Всю лишнюю траву убрала. Отнесла туда на грядку будущую. Немного, сколько смогла, порыхлила под крыжовником. Вот так теперь это выглядит тут. Потом надо будет также сделать вот в этой части малиненькая и вот там в заборах. Но это позже. Очень жарко. Надо спрятаться в тень. Немного охладиться или в дождь сходить. Ребята, посмотрите, я это сделала. Я скосила всю траву. Ай да я. А все благодаря тому, что приехал сосед и помог мне ее завести. Оказывается, забилась свеча. Он ее почистил. И все. И я скосила весь участок. Весь. Даже на задах прошлась. Смотрите, как чисто стало. Правда я, как помазок, вся в траве. Но это ничего. Сегодня тепло. Сейчас схожу в душ. Поужинаю. И буду отдыхать. Единственное, не стала косить вот здесь. Потому что у нас здесь растет земляника. Очень жалко ее косить. У соседей. Они, говорит, вы их скосили ее. Посмотрите, какая прелесть. И она перестала у нас совсем расти. Поэтому вот участок земли некой. Я оставляю потом лишнюю траву высокую. Просто пропалю вручную. Вот. А дальше опять все чистенько. Тут. И тут. Оставила пятачок с ландышами. Вон там, красивый, среди деревьев. Даже тут все выкосила. Посмотрите, какой обзор. Теперь все видать. А, и оставила, значит, здесь. Косить тоже не стала, потому что здесь у нас, прямо вот на этом поле, растет мелиса. И пока на моей пряной грядке мелисы не очень много, я ее собираю здесь и сушу. В общем, ради этого пусть будет пятачок некрасивый. Тропочки потом между грядками пройдусь по скоризам. Тоже сделаю все аккуратненько. Здесь малина посажена. Маленькая тоже не стала косить, побоялась косить. Здесь теперь как стало чисто. Посмотрите, какая красота. И даже скосила вот здесь, увеличила тропинку. Потому что крапива отвоевывает пространство свободное. И даже покушается на мою территорию. Вот, теперь даже с тачкой можно проехать. Ай да я, ай да молодец сегодня. Ой, как хорошо. Намного лучше, чем в городе. Всем добра. И еще, за то, что я сегодня такая молодец, я пожалуй съем вот эту чудесную земляничку. Только спираю помою, потому что она в земле. Это моя награда. А на сегодня все. Надеюсь вам понравилось. Всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok